дорогие друзья всем привет сегодня продолжение нашей рубрики разбор боев и используя старые свои дневники я хочу рассказать о бое с шамбо митчелл 2 который проходил феникс аризона 6 ноября 2003 года по моему и рассказать немного что происходило в последнюю неделю перед боем открыл дневник прежде всего то что очень важно это график веса который я всегда делал смотрел в каком весе нахожусь и это помогало мне в дальнейшем смотреть за своим весом правильно как я уже сказал мы прилетели в америку 25 числа хочу рассказать больше уже последнюю неделю боя это с понедельника 1 ноября до финального времени то есть бой так еще раз я записывал вес утром перед бою перед взвешиванием вернее перед тренировкой после тренировки после вечерней тренировки и на ночь чтобы знать сколько грамм килограмм у меня уходит в течение всего дня в общем то практически я знал свой вес в течение всего дня плюс минус 100 200 грамм последние недели утром 1 ноября то есть за неделю до боя утром вес у меня был 70 с половиной килограмма выступаешься три с половиной килограмма вроде кажется много но за счет того что я поднял свой иммунитет и до такой степени так сильно то что у меня вес очень хорошо горел вот еще раз говорю утром перед тренировкой был 70 с половиной а уже после тренировки 67 и 400 после вечерней тренировки вес уже 67 с половиной на ночь и уходил я наел у меня 71 800 почти два килограмма вернее почти 4 килограмма я наедал для того чтобы не терять водяной баланс утром следующего дня вес 71 100 то есть за ночь у меня ушло всего 700 грамм за тренировку до первой тренировку 67 с половиной после тренировки то есть у меня ушло 3 ты 600 три с половиной килограмма за утреннюю работу что такое утренняя работа скажем вторник утренняя работа вторник садиста день отмечал день рождения своего сына тимоха с днем рождения тебя утренняя работа ходьба 4 минуты бег 25 минут спортивно восстановительная ходьба 4 минуты работа на дороге упражнение на ноги вперед назад 10 минут гимнастика на месте 5 минут продолжение разминки уже на руки 5 минут обязательно ускорение которые делал перед боями особенно потому что нужно было вырабатывать определенную взрывную силу ускорение 4 по 50 метров один еще очередной очень важный момент я очень много бегал задним ходом здесь четыре минуты задним ходом 50 отжиманий для тонуса и 1 раунд бой с тенью гимнастика на месте растяжка пять минут и очень получается в общем сложности чуть больше часа и вот эту тренировку у меня ушло 3 600 много поэтому я позволял себе в общем-то пить много вода это очень важный момент вес гоняется не водой убиранием жира со своего тела и момент небольшой написан небольшая техническая неполадка мы поменяли свет но мы продолжаем наше повествование от 2 числа во вторник небольшой такой кому для самого себя написал наконец началось первое тяжелое утро вес горит тяжело хотя работалось еще вроде неплохо вялость но небольшая но сейчас смотрите в оба глаза что употребляю внимательно главное убрать все кусочки сгонка веса это еще раз хочу повторить это целый процесс очень-очень важный в подготовке и хочешь не хочешь бывает хватаешь кусочки вот как раз их нужно избежать вот во вторник у меня был последний спарринг бой субботу вторая тренировка вторник гимнастика 10 минут 50 отжиманий 15 скакалка очень много уделял времени скакалки как часть разминки два раунда мешок голыми кулаками два раунда флоту силен два раунда бостенью четыре раунда спарринг один раунд бостенью два раунда лапы один раунд мешок еще раз 8 минут скакалки заключительная гимнастика 20 сжиманий с лапками это тоже самое для увеличения скорости растяжка стойка на голове две с половиной минуты небольшой такой комментарий закончилась работа с партнером закончилась работа все есть осталось перевести все в дело среда утром в среду вес большой 152 паунда то есть 69 килограмм после утренней тренировки вес 65 900 после вечерней тренировки 65 500 вес на ночь 68 200 и утром уже вес 67 400 это получается в течение суток я потерял взвешене утром перед тренировкой почти чуть больше полтора килограмма а после утренней тренировки у меня уже вес 64 с половиной остается всего один килограмм до до веса после вечерней тренировки веса 64 100 на ночь и оставляю два с половиной килограмма то есть 65 900 и утром вес 65 килограмм то есть после тренировки утренней в день взвешивания сейчас я как раз прочитаю что я там делал вес уже сто тридцать восемь паундов то есть 62 с половиной килограмма я уже в весе таким образом я течение недели спокойно подошел к весу не утруждая себя обезвоживанием день взвешивания ходьба 5 минут бег 20 минут гимнастика на месте 5 минут спортивная ходьба один круг но получается не знаю какой круг сейчас не помню 15 минут работа на дороге 10 минут небольшая растяжка тоже такой интересный камень с сижу пишу и искры из глаз все сделал но сейчас главное не срываться спокойно перекусить и попить запас есть так что осторожно вперед сразу после небольшого завтрака массаж разговор переговор шатан ну и сон день перед боями по перед взвешением полтора часа спал это сложно делать когда у тебя нервы в общем-то на пределе уметь контролировать и лечь спать это очень важно сейчас можно съесть несколько суточков льда а дальше взвешивания обои списать сегодня не буду но в то же время может что и получится одна часть сделана вес взят как в аптеке 140 паунтов то есть три с половиной килограмма самочувствие неплохое все прошло без всяких проблем но сейчас нужно и в то же время и выпить вдоль и не перепить не зарваться по новым правилам WBC после того как ты сделал официальное взвешивание на следующий день тебя делает еще одну проверку и ты не должен превышать определенный вес вот на следующий день утром у меня был вес 151 паунд то есть я выступал 140 11 паундов тяжелее чем я набрал 11 паундов за меньше чем за сутки нужно быть немножко меньше поэтому в день боя даже не только для этого я всегда делал тренировку утром финальный бой день финала день боя с утра сделал хорошую 45-ти минутную прогулку и даже второе взвешивание не поведело меня дисциплина это самое главное в нашем деле наконец-то день настал очень долго мы все не ушли и сейчас осталось только поставить точку объясню что это означает для меня перед этим боем у меня был как раз череда травм сначала я порвал ахиллу сухожилия восстанавливался очень долго почти в 6 7 месяцев 8 месяцев начал подготовку полностью и уже во время спарринга порвал плечо и мне опять пришлось опять восстанавливаться поэтому промежуток между боями был очень порядочный для меня был очень важен этот бой прежде всего доказать саму себе против хорошего соперника что я что-то стою в этом мире все зависит от правильной тактики думаю с первого раунда он начнет быстро много бить быстро хорошо передвигаться мне не торопиться хотя бы в первый раунд почувствовать себя основная рука левая контроль контроль над своим соперником любое хорошие защитные действия после любой атаки не давать ему расслабиться диктовать свои условия поединка 12 раундов это много но в то же время мало оставаться они не жалеть себя готов на сто процентов ничего не должно меня остановить эти маленькие фразы которые описал они каким-то образом помогали мне дополнительно настроиться так создано так мы созданы ты воспринимаешь на слух на то что видишь что что слышишь и благодаря этому то что я писал это дополнительно настраивало меня после такой огромной работы и подготовки я должен обязан показать замечательный бокс не имея права сделать что-то по-другому я готов это должно быть мой самый лучший бой самый красивый интересный а для этого нужно быть самим собой ум ум и ум удачи и с богом до встречи после боя бой закончился неплохо в третьем раунде во втором раунде после двух нокдаунов практически боя можно было бы останавливать но он молодец то что восстановился молодец то что дал мне возможность в третьем раунде завершить дело уже на сто процентов разборка боя будет как раз через неделю мы как раз и посмотрим и обсудим моменты самого боя я думаю это будет интересно потому что будут определенные нюансы которых я вам с огромным удовольствием расскажу до скорой встречи через неделю